МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1945 год. Советские войска вошли в Берлин. Рейх, которому Гитлер пророчил тысячу лет, пал через 12. Во время штурма рейхсканцелярии советские солдаты с удивлением находили трупы людей с азиатской внешностью в немецкой форме. Но ведь внешнюю и внутреннюю охрану ставки Гитлера осуществляли только самые преданные элитные части СС. Тогда какое отношение могли иметь азиаты к самой зловещей и загадочной организации Третьего рейха? В Советском Союзе высказывалось много предположений о том, кем же были эти загадочные азиаты. Руководство СССР считало, что это калмыки, перешедшие на сторону Германии. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, действительно, после Гражданской войны часть калмыков уехали за границу, осев в Европе. В начале Второй мировой войны ведомство Розенберга, Министерство по восточным территориям, организовало калмыцкий корпус. Но в 1945 году калмыцкий корпус в полном составе был переведен в Хорватию, где большая часть людей этого корпуса погибла, а оставшиеся были выданы властям Советского Союза. Это означает, что трупы людей, найденные в рейхсканцелярии, не могли принадлежать калмыкам. Тогда кто же эти люди? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Существует и другая версия. Это были тибетцы. Мы нашли документы, которые подтверждают интерес руководства Третьего рейха к Тибету. Но почему именно тибетцы? И почему все так интересовались Тибетом? И что там искали европейские и американские путешественники? В 30-х годах 20 века Тибет был труднодоступен. Информация о нем практически отсутствовала. Он казался далеким и загадочным. Также существовала легенда, что в Гималаях, в Тибете, находится Шамбала, страна вечной мудрости, которой управляет король мира. И там, в недоступных горных пещерах, живут невидимые простым людям мудрецы, владеющие всеми тайнами Вселенной. Первые скупые сведения об этой стране проникали в Европу еще в средние века. Но только во второй половине 19-го столетия, благодаря Елене Петровне Блаватской, российской искательнице приключений, и занимавшейся оккультизмом, предания о Шамбале становятся известными широкой публике. Тайная война за Тибет началась уже с первых экспедиций в эту труднодоступную страну. Еще в 19-м веке. России удалось внедрить туда своего агента влияния Хамбаламу Агвана Дарджиева. Бурят, российский подданный, он получил в Тибете блестящее образование и стал советником Далай-ламы 13-го. И именно он настраивал Далай-ламу на сближение с императором Николаем II, чтобы не позволить британцам укрепиться в Тибете. Свою миссию Дарджиев выполнил настолько успешно, что Далай-лама даже подумывал о переезде в Россию. Но, к сожалению, переезду помешала сначала революция 1905-го, затем началась Первая мировая, ну а потом наступил 1917-й год. Благодаря стараниям Дарджиева в Петербурге был построен первый в Европе буддийский храм. При храме было общежитие для монахов. Именно здесь ученый Александр Барченко познакомился с Агваном Дарджиевым и услышал от него впервые о загадочной стране – Шамбале. Вскоре ученого приглашают читать доклад в себе в Институт мозга сам академик Бехтерев. В 1923 году профессор Бехтерев из Института мозга пригласил Барченко для совместной работы по мысленному внушению. Эта работа интересовала иностранное отдело НКВД, который занимался внешней разведкой за пределами Советского Союза. Эта группа, в которой работал Барченко и Бехтерев, была прообразом Анненербе, хотя в более скромных масштабах. Здесь Барченко изучает парапсихологию, чтение мыслей на расстоянии, гипноз и другие способы воздействия на человека. Вскоре Барченко вызывают на Лубянку. Он готовится к худшему. Но вместо жесткого допроса чекисты неожиданно предлагают ему читать лекции для работников ОГПУ о древних тибетских знаниях. Профессор заверил, что готов посвятить в тайную науку даже высшее руководство страны Советов. Его предложение вызвало интерес. Барченко пишет письмо самому главе ОГПУ, красному инквизитору. Так называли Дзержинского его враги. Дальше события развиваются стремительно. Ученого вызывают в столицу. Он зачитывает доклад о своих научных открытиях коллегии ОГПУ. Профессор Барченко искренне верил, что все тайны Вселенной сосредоточены в Тибете. Поэтому он стремился туда, в своем желании, прикоснуться к этим тайнам и, может быть, принести их на службу молодого советского государства. НКВД уделяло этому вопросу большое внимание. И здесь их интересы совпадали. Разработку этого проекта поручают начальнику спецотдела ОГПУ Глебу Бокию. Этот человек верил, что манипулируясь человеческой психикой, можно вытащить из подсознания тайную информацию. Бокий предложил Барченко принять участие в разработке операций по привлечению на сторону советской власти оккультных организаций Африки и Азии. Экспедицию планировали на лето 1925 года. Они собирались через Афганистан или Монголию проникнуть в Гималайи. Подготовка шла полным ходом. По личному распоряжению Дзержинского выделили фантастическую по тем временам сумму полмиллиона долларов. Документы нужно было оформлять в Народном комиссарии иностранных дел. И тут возникла закавыка, оказывается, нарком иностранных дел Чичерин сам имел виды на Тибет. К тому же в 30-х годах отношение к буддизму меняется. Советские буддисты поднимают восстание. Одно за другим. В газетах пишут о том, что ламы готовят поход Шамбалы против советской власти. В 37-м году Глеба Бокия внезапно арестовывают. Главное обвинение. Он пытался влиять на советское руководство с помощью тайных сил. Практически его обвинили в колдовстве. После короткого расследования Бокия расстреляли. Следом за ним расстреляли и профессора, оккультиста Барченко. Уже в камере он написал письмо товарищу Сталину о неком невероятном ценном открытии. Возможно, Барченко слишком близко подошел к секрету государственной важности. Уже через год в сердце Тибета пробиралась тайная экспедиция СС. На общем фоне самых сумасшедших проектов фашистов выделялось несколько приоритетных направлений. Среди таких можно назвать археологические изыскания. Начиная с 1938 года, все раскопки в Третьем Рейхе проводились только сведомо Анненербе. Ученые Анненербе пытались доказать, что германская цивилизация является более древней, чем даже египетские пирамиды. Но прежде всего СС интересовал Тибет, который в 30-х годах удоражил воображение исследователей. Многие писатели и журналисты утверждают, что организация СС предпринимала несколько попыток проникновения в Тибет. Но были ли эти экспедиции на самом деле? Или же это фальсификация фактов в погоне за очередной сенсацией? Для того, чтобы попробовать ответить на этот и многие другие вопросы, мы решили предпринять свою собственную экспедицию в Гималайю. Так как сейчас Тибет входит в состав Китая и попасть туда очень трудно, мы решили начать свое расследование в Непале, соседнем Тибету-государстве. Здесь до сих пор находится огромная община тибетцев, эмигрировавших из родной страны после китайской оккупации. Столица королевства Непал – Катманду. Бесчисленные буддийские и индуистские храмы, от ступы Будданадх до крохотных уличных алтарей в стенах домов наполняют Катманду мистической энергией. Столица Непала удивительным образом сохранилась с 17 века. И сегодня, прогуливаясь по узким улочкам центра или площади Дурбар, ощущаешь необыкновенную энергетику этих мест. Мы направились в посольство Российской Федерации. Здесь находился человек, который мог нам помочь. Первый секретарь Алексей Мельяченков, много лет проработавший в Непале и отлично знающий этот город и людей. Он предложил нам походить по тибетским лавочкам в Катманду, сказав, что если что-то сохранилось, то мы можем обнаружить это именно там. Без всякой надежды мы приняли его предложение и отправились по лавкам тибетских беженцев, которых много в Непале. Еще в Москве мы засняли на видеокамеру предметы с нацистской символикой. Это значки, ордена, одежда и оружие. Теперь просто показывали все это торговцам. В течение нескольких дней мы получали отрицательный ответ. Как вдруг в одной из антикварных лавок... нам удалось напасть на верный след. Хозяин лавки отказался показать это перед камерой. Мы нашли очень интересную вещь, на мой взгляд. Это ремень, который носили только в войсках СС. Подлинность самого ремня вызывает у нас сомнения. Уж слишком хорошо сохранилась кожа, а вот пряжка, похоже, все-таки настоящая. Мы не могли поверить своей удаче. А продавец назвал нам имя человека, у которого он и приобрел эту вещь. Его звали Атиша. Он живет в одном из северных районов королевства Бутан. Это государство тоже расположено в Гималаях по соседству и с Тибетом, и с Непалом. Не означает ли это, что кто-то из родственников или знакомых Атиши когда-то столкнулся с экспедицией СС? Ведь в этих глухих местах появление немецкого ремня почти невероятно. Начало экспедиции оказалось очень удачным. Мы решили, что теперь наше расследование пойдет гладко, без проблем. Если бы мы знали тогда, сколько испытаний выпадет на нашу долю в поисках других доказательств. На следующий день мы опять пришли в тот же магазин, как и договорились с продавцом. Но все обернулось для нас полной неожиданностью. Нам отказались продать ремень и дать какую-либо информацию. Запретили снимать и попросили уйти. Для нас это был настоящий удар. Только мы нашли ниточку, которая могла бы помочь выйти на след экспедиции СС, как она оборвалась. Единственное, что у нас осталось, это имя владельца ремня, тибетца Атиша, и район в королевстве Бутан, где его можно найти. Природа здесь поражает масштабами и ошеломляет резкостью контрастов. Между холодными заснеженными перевалами лежат низко расположенные долины с тропическим климатом. В этих местах нам пришлось двигаться вперед верхом на слонах. Другой возможности просто не было. Дороги здесь отсутствуют. А в труднопроходимых джунглях до сих пор водятся дикие животные, представляющие смертельную опасность для любого, кто сюда попадет. Малайский медведь, леопард, но самым опасным для человека является тигр. Поэтому наивно было рассчитывать, что кто-то из местных жителей и согласится сопровождать нас пешком. Как утверждал наш проводник, тигр – единственное животное, которое нападает на слона. Как правило, хищник предпочитает охотиться на молодых и неопытных животных. Его тактика очень проста. Он прыгает на спину слона и наносит ему тяжелые раны. Мы очень боялись встречи именно с тигром. Опытные погонщики рассказывали, что при встрече с этим животным даже хорошо дрессированные слоны становятся неуправляемыми и могут сбросить погонщика и убежать в джунгли. Места, по которым мы продвигались, для Гитлера и его приближенных имели большое значение. Здесь, за хребтами Гималаев, находится особая зона, которую немецкие оккультисты считают центром мира. Отсюда начинаются нашествия азиатских народов, которые идут в одном направлении, на запад. Именно поэтому установление контактов с народами этой области было жизненно важным для Третьего Рейха. Глава СС Гиммлер считал, что найдя этот центр, арийская раса сможет встретить завершение нынешнего исторического цикла и подготовить наступление нового порядка на планете. И это может сделать только германская элита, высшие существа, которым подвластны судьбы простых смертных. Выйдя к реке, мы потратили целый день на то, чтобы найти переправу. Река в этих местах глубокая, здесь сильное течение. Слоны очень любят воду и считаются превосходными пловцами. За них мы не беспокоились, а вот сами испытывали страх. Погонщики тоже волновались. Это было заметно по их напряженным лицам. Не хотелось даже думать о том, что случится, если слон нападет в воду посередине реки. И вот, наконец, мы добрались до столицы Бутана, в Кингху, где рассчитывали отдохнуть несколько дней и поподробнее узнать про Тибетца Атишу. Здесь мы наняли проводников, которые хорошо знают эти места. В 1974 году, после строительства первой дороги, Бутан стал доступен иностранцам. Сегодня лишь около 5000 туристов в год посещают эту страну. Правящий король Джигми Сингай Ванчгук делает все хранение традиций и культуры этого гостеприимного народа. Покинув столицу Бутана, мы, не торопясь, отправились в путь. Стояла хорошая погода. Мы медленно, почти без напряжения, шагали позади носильщиков с яками. И я подумал, если и дальше так пойдет, то многомесячная экспедиция будет для нас легкой прогулкой. Однако, как скоро рассеялись мои иллюзии. Яки оказались упрямыми животными, и ими было очень тяжело управлять. Когда мы поднялись выше 5000 метров, я по-настоящему ощутил влияние высоты. В этот день я шел очень легко и вдруг почувствовал головокружение. В глазах у меня двоилось, а руки и ноги не подчинялись никаким командам. Что произошло дальше, я помню плохо. Казалось, склон подо мной зашевелился и... Мне повезло, что во время падения я за что-то зацепился. Видимо, только это меня и спасло. Теперь, во время переходов, я думал, что же заставило меня ввязаться в это безумное приключение. А еще тибетцы сказали мне, что верят, когда в горах погибает человек, это месть богов. Вполне возможно, что немецкие экспедиции проходили по той же самой тропе, по которой шли и мы. Другого прохода через перевал здесь просто не было. Уже несколько недель мы бродили по горам в поисках каких-нибудь следов немецкой экспедиции. Я проклинал себя за то, что ввязался в эту авантюру. Да и что мы могли найти через 60 лет? И тогда я объявил, что каждый, кто даст какую-либо информацию по этой теме, получит денежное вознаграждение. И вот однажды утром пришел местный житель и тихо прошептал мне, у одного из ваших проводников есть необычный знак, который он носит с собой. Мы сразу стали расспрашивать тибетца. В наши попытки завязать разговор наталкивались на непроницаемую улыбку и молчание. Тогда мы объяснили, что хотим только посмотреть знак и готовы хорошо за это заплатить. Он согласился. Я не поверил своим глазам. Это был знак горных стрелков. Горно-стрелковые части германской армии были специально созданы для ведения боев в горах. Отличительным знаком был Эдельвейс, который носили на шапках. Но как он мог оказаться здесь, в Гималаях? Мы потратили несколько часов, чтобы выяснить, откуда он у него, где он его приобрел, и что он из себя представляет. А самое главное, знает ли он что-либо о том, кто носил такие значки. Это была первая весточка, что мы находимся на правильном пути. Мы сразу предложили ему купить этот знак. Но он наотрез отказался. К сожалению, наш тибетец не хотел говорить, каким образом к нему попала эта вещь. Тогда мы рассказали ему о событиях в Европе, о большой войне. На него наш рассказ произвел неизгладимое впечатление. И только после этого он заговорил. Он рассказал нам, что его зовут Атиша. Мы остолбенели. Это означало только одно. Он и был тем самым человеком, которого мы так долго искали. А он, оказывается, все это время шел рядом с нами. Но то, что он рассказал нам дальше, поставило нас в тупик. Оказалось, ни ремень, ни знак Адельвейс не принадлежат ему. Эти вещи он обменял на продукты у одного кочевника в горах Тибета, которого зовут Гомпа. Значок он оставил себе, потому что красивый. А ремень продал скупщику старых вещей, когда был в Непале, где мы его и нашли. Прошло уже два месяца с начала экспедиции. Наши силы были на исходе. Мы рассчитывали, что скоро сможем вернуться домой. А теперь нам предстояло дальнейшее путешествие в Тибет. А Тише и другие проводники отказались сопровождать нас дальше, объяснив, что из-за политической ситуации не могут вернуться на родину. И мы вынуждены были нанять других проводников. Наш путь лежал через перевал, высота которого была почти пять с половиной тысяч метров. Мы поднимались вверх. И перед нами вставали громады новых горных вершин. Многие из которых находились на территории Тибета. Но нам до них было еще очень далеко. Путешествуя по северному Бутану, мы на больших высотах очень редко встречали местных жителей. Селения в Бутане находятся на большом расстоянии друг от друга. От жилищ бутанцев веет средневековьем. В одной из таких крепостей, видимо, и останавливалась экспедиция нацистов. Конечно, если мы шли правильным путем. Но местные жители, совершенно не привыкшие к европейцам, не отвечали ни на какие вопросы. Мы двигаемся, руководствуясь только интуицией. Ведь поиски тибетских тайн неизбежно ведут в одно место – Лхасу. Город, который буддисты всего мира почитают как мусульмане Мекку, а католики Рим, для большинства исследователей Центральной Азии долго оставался недостижимой целью. Можно перечислить по пальцам всех иностранцев, кому удалось побывать до середины 20 века в этом центре пломоизма. Очень тяжело дышать. Мы находимся в Лхасе на высоте 3600 метров над уровнем моря. И за нами находится Патала, дворец тибетских Далай-Лам. Легендарный Агван Дарджиев был одним из первых россиян, который смог добраться до этого города мечты. Именно сюда он отправился выполнять секретное задание российского императора. Дарджиев должен был ослабить влияние Британии в Тибете. Свою миссию он выполнил настолько успешно, что британские спецслужбы объявили за его голову большое вознаграждение. В этом городе мы решили применить хорошо зарекомендовавшую себя в Непале и Бутане тактику. Ходить по монастырям и лавкам, прицениваться к вещам, а заодно разговаривать, спрашивать у людей, не знают ли они семью Гомпа. Неизвестно, сколько времени мы бы потратили на поиски, если бы нас не пригласили в один из монастырей посмотреть религиозный диспут молодых монахов. Здесь старый настоятель дал нам примерные координаты места, где может находиться интересующая нас семья. Получив еще одну ниточку, мы отправились в горы к кочевникам. Казалось, никогда не кончится ни день, ни дорога, ни ее бесконечные повороты. Мы очень устали, а солнце палило немилосердно. Нас мучила жажда. Дорога была настолько тяжелая, что даже животные, выросшие в этом климате, отказывались идти. Субтитры делал DimaTorzok Наконец, на высоте 5700 метров над уровнем моря, недалеко от священной ступы, мы встретили семью Гомпа. Уже имея опыт общения с тибетцами, мы не стали сразу говорить, что именно нам нужно. Прожив несколько дней с семьей кочевников-скотоводов, мы ближе познакомились с их обычаями и бытом, а они привыкли к нам. И только после этого мы приступили к самому главному. Стали аккуратно расспрашивать о родственниках, о событиях, происходивших за последние десятилетия. И вот Гомпа начал нам рассказывать о том, ради чего мы проехали тысячи километров на машинах, слонах, яках и прошли пешком. В семье кочевников находится знак нацистской партии, глава семейства не может объяснить его происхождение, но он сказал, что это все, что осталось от его дедушки, что ему подарили какие-то белые люди. Но это было очень давно. Как давно, он сказать не может. Тибетец рассказал нам, что однажды к его дедушке пришли два европейца. Они были больные, худые и очень голодные. Говорили на тибетском языке и скрывались от китайской армии. Дедушка разрешил им пожить какое-то время у себя. Видимо, перед тем, как уйти в благодарность за хорошее отношение, они подарили ему свои вещи. Учитывая эту и уже имеющуюся у нас информацию, мы пришли к выводу, что это вполне могли быть немцы, имеющие отношение к экспедиции МСС. Ведь китайские солдаты появились в Тибете в 1951 году. До этого немцам в этой стране ничто не угрожало. А вот после оккупации китайской армии на них началась настоящая охота. Еще около месяца мы скитались по горам, но больше нам в Гималаях обнаружить ничего не удалось. Теперь ответы на интересующие вопросы мы могли получить только в Европе. К этому моменту мы имели неоспоримые доказательства того, что экспедиции СС в Тибет действительно были. Нам оставалось только восстановить полную картину событий и разобраться, что именно побудило нацистов отправиться в столь дальние путешествия. Мифическая страна-властелина мира? Или экспедиция СС, прикрываясь Шамбалой, выполняла вполне конкретные задания? 10 сентября 1938 года Гиммлер пригласил к себе на секретное совещание ученого Эрнста Шефера. Чем же так заинтересовал известный в те времена зоолог и ботаник самого Рейхсфюрера СС? Дело в том, что Шефер, начиная с 1931 года, совершил две экспедиции в Тибет и добился блестящих научных результатов. Он пишет научные публикации, выступает с докладами, в которых ярко выражает расистские взгляды. Особенно он выделяет арийцев, которые много веков назад смешались с народами Тибета. За участие в этих двух экспедициях Гиммлер присвоил ему звание Оберштормфюрера СС. Как известно, Шефер имел достаточно высокий чин Оберштормфюрера. Однако в СС на него смотрели косо за связи с американскими учеными. Действительно, Шефер обладал сложным характером. Он был самолюбив, он не любил диктаты и контроля, он хотел делать свои собственные научные проекты. И Гиммлер, кстати, в связи с этим неофициально как-то отметил, что Шефер свои личные интересы ставит выше интересов Третьего рейха. Желая иметь еще большее влияние на Шефера, в 1937 году Гиммлер предложил ему работать в Анненербе, пообещав взамен неограниченные финансовые возможности. Однако Шефер проявил самостоятельность и начал готовить собственную экспедицию в столицу Тибета. Ведь в двух первых ему так и не удалось достичь Лхасы. Вышестоящее руководство было недовольно поведением Шефера. Но тем не менее энергичный ученый нашел деньги. А сейчас вернемся к тайному совещанию в кабинете Гиммлера. На нем, помимо Шефера, присутствовало еще 4 человека из состава экспедиции. И так, на начальном этапе их было пятеро. О чем совещались Гиммлер с участниками тибетской экспедиции, к сожалению, навсегда осталось тайной. Дело в том, что по распоряжению Гиммлера никаких протоколов не велось. И все распоряжения давались в устной форме. Многие историки пытались найти хоть какие-либо документальные подтверждения этого совещания. И потратили десятки лет на эту большую и трудную работу. Но никаких документов, к сожалению, этого совещания найти не удалось. Мы тоже попытались выяснить, какие секретные задачи ставил перед экспедицией Гиммлер. На этот вопрос мы ответим чуть позднее. А сейчас одна очень важная деталь, которая ускользнула от внимания большинства исследователей. В конце апреля экспедиция в полном составе прибыла в Калькатту, Индия. В Калькатте к Шеферу присоединились еще 12 человек. Как они там оказались, не знает никто. Нам удалось выяснить профессии троих. Один был радистом, а двое профессиональными разведчиками. Кем были остальные, остается тайной и по сей день. Скорее всего, эти загадочные участники оформлялись не через Ананерба, а через отдел Дестапа 4Е2, занимавшийся иностранными государствами. По-видимому, эти люди были заброшены для длительной работы. Обстановка в мире в 1938 году накалялась с каждым днем. Шефер оказался наострее пера западной прессы. О его заслугах в науке забыли и чаще всего называли шпионом. На него была объявлена охота британскими военными. Спас экспедицию чиновник, занимавший высокий пост в английской администрации и лично знавший Шефера. Он добился разрешения для экспедиции на посещение столицы Тибета. Именно благодаря его вмешательству экспедиция без особых приключений добралась до Лхасы, где была радушно встречена тибетцами, до этого всего несколько раз видевшими европейцев в своей столице. Шефер добился своего. Ему удалось организовать встречу западных и восточных свастик. Встреча регента, временного правителя Тибета, с немецким ученым, сильно встревожила представителей Великобритании в Лхасе. По всей видимости, они узнали о тайных переговорах посланника Гиммлера от своих агентов. Видимо, это и является разгадкой тайной экспедиции СС. В том, что политические переговоры велись, сомневаться не приходится. И здесь мы находим ответ на вопрос, о чем говорили Гиммлер и Шефер во время таинственной встречи перед началом экспедиции. Рейхсфюрер СС хотел найти мипическую страну Шамбалу. Но он не был бы Генрихом Гиммлером, если бы ставил перед экспедицией только эту задачу. Помните, в составе экспедиции был радист. В его обязанности входила установка радиосвязи между Лхасой и Берлином. Это подтверждают радиограммы, которые сохранились в Германии. В одной из них Шефер просит Гиммлера ускорить пересылку подарков для Далай-Ламы. Глава Тибета написал послание Гитлеру, в котором благодарить его и надеяться на дальнейшее расширение дружественных отношений между странами. Послание написано первого тибетского месяца года земляного зайца. Это значит 1939-й. Вместе с письмом Гитлеру были посланы подарки. Серебряная чашечка, украшенная драгоценными камнями, и собака особой тибетской породы. Поскольку назревала Вторая мировая война, Шеферу пришлось поторопиться с возвращением, так и не дождавшись пересылки подарков для Далай-Ламы из Германии. Мы с помощью австрийских и немецких исследователей постарались узнать, какие это могли быть подарки. В Мюнхене Шефера встретил сам Рейхсфюрер. Успех Третьей экспедиции был очевиден, хотя Шамбала так и не была обнаружена. Более того, как видно из отчетов Шефера, он даже усомнился в ее существовании, что болезненно было воспринято одним из идеологов Третьего Рейха Розенбергом, убежденным в том, что древние арийцы пришли в Тибет после всемирного потопа и спрятались в подземной стране в Гималаях. Гиммлер через некоторое время дает Шеферу новое сверхсекретное задание. Подготовить для заброски через СССР в Тибет группу из 30 человек, которые должны были переправить туда оружие для 2000 тибетцев с целью атаковать английские погранпосты на границе с Непалом. Данный приказ свидетельствует о том, что Эрнст Шефер при встрече с регентом Тибета вел переговоры о конкретных политических задачах. Германия обещала поддержать Тибет в его вооруженной борьбе с англичанами. Помните телеграмму из Тибета в Берлин, в которой Шефер просит Гиммлера ускорить пересылку подарков? Видимо, он имел в виду оружие и радиооборудование. Гиммлер предлагал доставлять оружие через территорию СССР. Рассмотрим, насколько реальна была эта идея. С точки зрения немцев, идея вполне была логичной, поскольку пакт Молотова-Риббентропа и де-юре де-факто обеспечивал бы успех транзита оружия через территории Советского Союза. Однако сроки войны с Советским Союзом были уже предрешены. И, естественно, в условиях начавшейся этой войны советская разведка моментально бы арестовала немцев. И план провалился. И именно поэтому Розенберг подверг жесточайшей критике план Гиммлер. Из-за начавшейся войны этим планам действительно не суждено было осуществиться. Хотя исследования Тибета неожиданно очень пригодились нацистам. Вдохновившись быстрым продвижением немецких войск вглубь России до Волги и Кавказа Гиммлер потребовал от ученых из АнНРБ осмыслить проблемы, которые возникли в связи с завоеванием огромных просторов Советского Союза, нацелиться на Среднюю Азию и Тибет, изучить народы, которые проживают на этих территориях, с целью определить, кто может использоваться как союзник, а кто как рабочая сила, а кого необходимо уничтожить. Так возник проект, потребовавший расовой квалификации 50 народов. А что же стало с остальными участниками экспедиции Шефера? Тибетцы рассказывали нам, что в 1951 году китайцы поймали двух немцев и расстреляли их. Один из расстрелянных мог быть радистом из экспедиции Шефера, но с кем он поддерживал связь целых шесть лет после войны? Очень примечателен один факт. В 1957 в Европе вышла книга «Третий глаз» ламы Лапсанга-Рампы. В своей книге он описывает встречу с великанами в пещерах Тибета. Никому не удалось узнать, кто стоял за этим именем. Остается предполагать, что это либо подлинное имя ламы, либо это оставшийся в живых немец из экспедиции Шефера. Но ведь была и еще одна экспедиция в Тибет из нацистской Германии. Одним из ее участников был тогда знаменитый альпинист, а сегодня всемирно известный автор книги «Семь лет в Тибете», по которой был снят фильм с тем же названием. Австриец Генрих Харрер. Мы посетили его в городе Хютенберге. Сейчас господину Харреру 92 года. На сегодняшний день он единственный живой участник тибетских экспедиций. Сославшись на плохое здоровье, он не стал отвечать на наши вопросы. Все объяснения мы получили от директора его музея. Мы задали господину Шратеру вопрос, действительно ли Харрер имел высокий чин в СССР. Я не знаю, был ли он оберштурмфюрером. Во всяком случае, он был членом австрийского национального общества лыжников. В то время это общество имело свои отличительные знаки. То есть у него, Харрера, была своя униформа и звание. Но он никогда не был военным и не участвовал в боях. Остается ответить только на один вопрос. Кого же обнаружили советские солдаты у рейхсканцелярии в 1945 году? Предприняв столь масштабное расследование, мы можем предположить следующее. Скорее всего, тибетцев в Берлин привез Шеффер для исследования происхождения арийской расы. Он мог получить такое задание от Гиммлера. Хотя сам в этом никогда не признавался. И даже не говорил на эту тему. Видимо, эта способность молчать и помогла оберштурмфюреру СС Эрнсту Шефферу пережить Третий рейх на полвека. Большая часть нацистской верхушки закончила жизнь намного раньше. Они понесли наказание за совершенные злодеяния. Адольф Гитлер и его верный помощник Генрих Гиммлер покончили с собой. Оставшиеся в живых были приговорены Нюрнбергским трибуналом к смертной казни за преступления против человечности. Насколько верна наша версия, мы узнаем нескоро. Правительства Германии, США и Великобритании объявили дату, когда будут рассекречены некоторые архивы Третьего рейха. Это 2044 год. То есть факт. Через 100 лет после описываемых событий. Видимо, в этих документах есть что-то такое, что, по мнению правительств этих государств, не должно подлежать всеобщей огласке даже сегодня. И многие вопросы пока так и остаются покрытыми завесой таймы. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»